Геннадий Андреевич Зюганов 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 Что значит цифра 1,3 в 2019 году? По сути дела роста никакого нет. Что значит цифра в 1,7 на 2020 год? Это тоже подразумевает практически отсутствие роста экономики. Естественно мы не сможем выполнить ту грандиозную задачу, которая сегодня стоит перед страной. Войти в пятерку ведущих экономик мира. С таким бюджетом мы в эту пятерку не войдем. Следующая причина инфляция в размере 3-4%. Вот на 2020 год инфляция 3%. Мы не согласны с теми методами, которые использует правительство Российской Федерации, чтобы обеспечить такой низкий уровень инфляции. Дело в том, что эта инфляция достигается исключительно за счет уменьшения расходных обязательств в регионах. И ни заработные платы, ни пенсии сегодня не позволяют говорить о том, что расходные обязательства выполняются в том объеме, который сегодня необходим нашим гражданам. Вот это вторая причина. Третья причина это рост реальных доходов населения. По сути его нет. Я могу даже сказать с точностью, что идет падение уже в течение 6 лет. Следующий год 2020 не будет исключением. Почему? Да потому что тот потенциал, который заложен бюджетом, не позволяет увеличить реальные располагаемые доходы населения. Что собственно мы имеем в итоге? Мы имеем падение доходов населения и полностью свертывание потребительского спроса. К чему это ведет? Это ведет к стагнации экономики. Вы понимаете, что этот бюджет обеспечивает исключительно вот этот порочный круг, из которого выход может быть только если правительство прислушается к нашим рекомендациям и к нашей программе выхода из кризиса. В противном случае при таком серьезном внешнем давлении нас ждет достаточно печальное будущее. Не могу не отметить и государственные программы. Дело в том, что программный метод формирования бюджета уже доказал свою несостоятельность. Дело в том, что программы, они неэффективны. И счетная палата не раз это подтверждала. Давайте посмотрим программы 2020 последующих двух лет. Давайте посмотрим показатели. Показатели размыты и неконкретны. Что это значит? Это значит, что эффективность исполнения государственных программ опять будет крайне низкой. Но не приживается у нас программно-целевой метод. Давайте будем искать и давайте будем другой метод использовать для формирования бюджета. Вот это еще одна причина. Национальные проекты. Вы знаете, мои дорогие, дело в том, что национальные проекты при софинансировании федеральным должны решать вопросы, о которых я уже сказала. Повышение благосостояния граждан и развитие экономики. Как решают нацпроекты? Пока сказать невозможно. Уровень исполнения 2019 года по нацпроектам чуть более 50%. Каким будет исполнение в 2020 году? Трудно сказать. Но нас очень не устраивает софинансирование федеральное по нацпроектам. Что обещали регионам? Что будет софинансирование из федерального бюджета от 95% до 99%. Что получили по факту? По факту получили, что те мероприятия программные, которые были в программах, софинансируются из федерального бюджета по старым принципам. А это 30 на 70, 50 на 50 и так далее. То есть регионы по факту обманули. И регионам нужно искать средства, чтобы исполнять национальные проекты при совершенно другом софинансировании. Из регионов пойдет гораздо больше денег. А потом я хотела вам напомнить. Помните, в прошлом году так здорово разрекламирован был фонд развития. Там будет 3 триллиона рублей. Столько было задач и целей придумано. Такой огромный коллектив работал над этой программой фонда развития. Где он сегодня в бюджете 20-го года и последующих лет? Нет его. Даже упоминания об этом фонде развития нет. Зачем было тогда вот пиар такой создавать вокруг вот этого несуществующего фонда? Давайте посмотрим комплексную программу развития сельскохозяйств, сельских территорий. Ну что сказать? Село сегодня требует, просто требует повышенного внимания. Но получает ли село в 2020 и последующих годах это внимание? Давайте эту программу посмотрим. Точно так же, как с нацпроектами. Эта программа предусматривает средства, которые уже заложены в других программах. Я вам могу привести пример. Программа «Земский доктор», программа «Земский учитель», Программы развития по селу, есть такие ряд программ, они все вошли в комплексную программу развития сельских территорий. Получается, что деньги одни и те же, программы разные, учтены эти деньги в разных программах, а ведь одни и те же деньги, посчитали два раза, получили очень серьезное существенное финансовое вливание. На самом деле его нет. Нужно вычесть те средства, которые сидят сегодня в других целевых программах. Кого мы обманываем? Зачем мы это делаем? Поэтому сегодня вот за такой бюджет голосовать нельзя. И последнее хочу сказать о регионах. Вот сегодня нашли 10 регионов-рецепиентов, которым будет оказана финансовая поддержка. Да, безусловно, она очень нужна. Но скажите мне, пожалуйста, а что будет с 11, 12, 13 и дальше регионов, те, у которых показатели, ну, практически близки к этим 10, которым оказывается финансовая поддержка. То есть мы на следующий год будем другим 10 регионам оказывать поддержку. Пока мы будем оказывать поддержку тем другим 10 регионам, предыдущие регионы снова могут загнуться, честно говоря. Но что делается в плане регионов? Дело в том, что вот те проблемы, которые мы ставим и говорим, что сегодня нужно перераспределять налоговую базу, сегодня нужно пересматривать межбюджетные отношения. К сожалению, вот в этом бюджете наши предлагаемые принципы, они никак не обозначены. Бюджет формируется точно так же, как он формировался в предыдущие годы, а значит регионы снова будут при имеющихся полномочиях испытывать существенный недостаток финансовых средств, в том числе и на заработные платы, на обеспечение лекарственными препаратами и так далее. Поэтому вот за такой бюджет мы голосовать не можем. Бюджет должен решить две проблемы. Развитие экономики, развитие благосостояния наших граждан, а все это вместе развитие территорий, регионов не решает ни одной проблемы. Фракция КПРФ будет категорически против.